Теорема Эллера Это тем более важно, что мы находимся в энергетическом институте, где без турбин почти ничего не обходится Хотя у вас на факультете атомной энергетики, наверное, все-таки турбины таких нет, чтобы жидкость там текла, да? Ну, в любом случае, теорему вывести надо хотя бы из того, что она очень любопытно записывается И потом у нас объектом исследования будет, наконец-таки, нетвердое тело Когда я начинал курс теоретической механики, говорил, что абсолютно твердое тело и так далее, дух раз жидкость Но это гидромеханика, вообще-то говоря Итак, постановка задачи следующая Имеется некоторый поток жидкости Если вам очень хочется, считайте, что это в трубе Дело труба Итак, пускай жидкость течет в трубе Пускай это движение установившееся То есть у нас в каждой точке вот этого потока Здесь жидкость течет, вот так вот течет Скорость не зависит от времени Более того, ну там без всяких предположений Трудно ли какие-либо теоремы писать И какие-то свойства доказывать Поэтому предположений будет много, их надо знать Значит, если вы просто сформулируете теорему без предположений, которых она основана Часто можете оказаться в просах Вот типичный пример Пишите там В равняется С поделить на Т Да Но это когда? Когда там скорость постоянно, да? То же самое и во всех других теоремах Надо обязательно указать область применения Ну, область действия этой теоремы Затем Пускай у нас на входе и на выходе Пускай это условно труба На самом деле это может быть некий поток Жидкость Вот река течет Мы условно выделили поток Кстати, для рек тоже относится Эта теорема Этот поток, но лучше считать, что это труба Металлическая, какая-то там твердая труба Так вот, в каждой точке сечения на входе И в каждой точке сечения на выходе Все одинаковые То есть по сечению По сечению У нас, допустим, одинаковые скорости Одинаковые скорости Значит, мы тогда для этого участка течения Запишем теорем изменение количества движения Я буду придерживаться способа Который я прочитал в книге Тарга Краткий курс теоретической механики Ну, это очень удобный способ Вот, смотрите Пускай вот этот момент, который сейчас нарисован Вот сюда скорость входит, допустим, v1 Причем, обратите внимание Здесь надо тонкость уловить Это скорость векторная И здесь v2 Тоже вектор скорости v2 Пускай это момент номер один Проходит время дельта t Это мы здесь напишем дельта t Дельта t И жидкость перемещается Вот это сечение за время дельта t Перешло вот в это положение Но здесь надо точки обозначить Значит, не запутаемся Один, два То есть вот это один перешло в два Один перешло в два Ну, а здесь Как угодно Можешь считать, что там пустота образовалась А это вышло из трубы Это сечение 3 Перешло в сечение 4 А 3 перешло в 4 И вот почитаем количество движений Почитаем количество движений В объеме Смотрите, так пишу Как мы считали? Q2 минус Q1 Ну, здесь 2 это во втором положении А 1 это в первом положении Ну, у нас здесь несколько посложнее обозначается Во втором положении это 2,4, да? Смотрите От 2 до 4 Это второе положение Вот это 2,4 Q2,4 Минус В начальном положении От первого сечения до третьего Q1,3 Вот это изменение количества движений Надо приравнять импульсу сил Ну, сразу напишем, что равняется r на dt Ну, или можете писать дельта Ну, здесь я, конечно, все векторы поопускал Надо вспомнить Что у нас теремы-то векторные Распишем теперь Q2,4 Q1,3 Что такое Q Давайте 1,2 Да я почему 1,3 А, да, правильно Итак, Q2,4 Q2,4 Равно И Q1,2 Равно Вот распишем Из чего они состоят Вот этот вот промежуточек Общий для них Вот Я обозначу Q со звездочкой Тогда Q2,4 Это Q со звездочкой И вот этот маленький кусочек, да Q3,4 Значит, это Q2,4 Это Q со звездочкой Вектор, вектор У нас все векторы Плюс Q 3,4 Теперь Что такое Q1,2 Это вот отсюда До сюда Жидкость занимает место Значит, получается Q опять со звездочкой Но плюс Q1,2 Нет 1,3 здесь надо было писать, да Спасибо То есть Вся Вся жидкость, да От Входного Отверстия До выходного Отверстия Значит, Q со звездочкой Без индекса И Q1,2 Вот Годится Но теперь легко догадаться Что если мы будем вычитать Вот из этого Вычитать этого То Q со звездочкой И исчезнет И по теорему Приобретает такой вид Значит Q3,4 Вектор Минус Q1,2 Вектор R равняется R На ДТ Ну, это теорема Об изменении Количества Движения Ну, здесь Конечно, надо писать бы Интеграл От R По ДТ, да Поэтому Может быть, чтобы это Не так бросалось в глаза Мы взяли Интеграл в среднем Знаете, как берется Среднее значение Умножается на интервал Интегрирования Чтобы это У нас Не позволило глаза Вот здесь хорошо Я написал Дельта Т Давайте мы здесь Напишем тоже Дельта Т А ДТ Тогда Изволь интеграл брать Да, нехорошо Дельта Т На интервал Дельта Т Дельта Т Малый интервал Потом мы устремим Конечно, к нулю И так Надо вот эти Расписать Величины Начнем с К1-2 Что-то К1-2 Это Количество Движения Вот в этом Объеме Ну Прозвучало слово Объем Вычислим Этот объем Считается, что На малом промежутке Это Некий Цилиндрик Если Жидкость двигалась Со скоростью В1 По модулю Теперь смотрите Здесь будет модуль То объем Будет вычисляться Как В1 По модулю Умножаем на высоту На высоту Нет, нет На площадь сечения В На дельта Т Это высота Этого цилиндра Вот В на дельта Т Это высота На площадь сечения Сигма 1 На сигма 1 Это Итак, давайте Все-таки Разберемся Что вот это Объем цилиндра С площадью Основание Сигма 1 И вот с такой высотой Потому что за время Дельта Т Со скоростью В1 Это переместилось Именно на эту высоту Повторяю Это скалярная величина Так вот Так получается Объем Объем умножаем На плотность Ро Получается Что? Масса А что такое количество Движения? Это Масса На скорость А скорость Как раз здесь Векторная величина В1 Вектор Ну совершенно Аналогично Получается Ку Что там? 3,4 3,4 Это получается В2 На дельта Т На сигма 2 На ро На в2 Я скажу Что в некоторых учебниках Они еще дальше идут Они говорят Ро 1 и ро 2 Разные Здесь ро 1 Здесь пишут ро 2 Но не в этом дело А теперь смотрите Ведь у нас Масса Постоянно Движения Установившиеся У нас В эту трубку Условную Или неусловную Реальную Металлическую трубку Вошло Сколько-то жидкости За секунду И за столько же И вышло По количеству Она там не скопилась И там не было разряжения И не было Отверстия Которое Через боковую дырочку Там Вылилось Поэтому количество Масса Входящая Выходящая Одна и та же А масса Входящая У нас была Вот В На Сигма 1 На ро Причем Это Смотрите Если мы напишем В1 На Сигма 1 На ро Это будет Масса за секунду То есть я дельта Т Убрал Вот это называется Называется Секундная масса Секундный расход Секундный расход Это В На Сигма На ро Ну естественно Она будет такая же И на входе И на выходе То есть количество То есть масса За секунду На входе И на выходе Я напишу Так И это будет равняться В2 И там хоть 3 еще Пиши Все равно получается Одно и то же Итак это Мю Это расход Кстати Понятие расхода Для Различных объектов Весьма важная вещь Вот там Расход Реки Волги Сколько там за секунду Через сечение Естественно Если не считать Что там Стоки Учесть все Притоки Все разветвления Реки То Выполняется Закон сохранения Вот этой Массы Так Дальше что Ну ставим сюда И дельта Т Скращаем Смотрите Вот здесь дельта Т Скращается Здесь получается Мю Мю На В Вектор Минус Мю На В Один Вектор Равняется Р А теперь мы сейчас Р Расшифруем Значит понятно Как я сделал Для дальше арифметика Да Это сюда Ставим Дельта Т Скращается Ну все Дальше Расшифруем Р Р Очень часто Расшифруют Так Как Главный Вектор Всех Поверхностных Сил И Массовых Или еще Говорят Объемных Сил Ну я не считаю Что это не так Важно Но все таки Для Решения Задач Это Важно Р Объемных Вот Ну и получается Что Вот Четырех Звенник Там Четырех Звенник Это пожалуй Многоугольник Из четырех Векторов Будет Замкнутый Ну естественно Один будет В обратную сторону Так направлен Вот Это и есть Теорема Ивлера